24 октября в детской школе искусства Алла Кашихабль состоялось открытие выставки, приуроченной к третьему завершающему этапу проекта «Река Лаба – Река Дружбы». Инициатором и организатором этого мероприятия является председатель районного отделения общественного движения АДГХС и Черкесский парламент Амин Непшикуев. Организация выставки входит в часть проекта «Река Лаба – Река Дружбы», в котором участвуют наши соседи с муниципальных образований Куранинского, Лабинского, Мостовского, Шавьеновского и нашего района. Цель мероприятия проекта обозначена целевым назначением – это улучшение связи с жителями соседних районов, улучшение межнациональных отношений. Создание музейных экспонатов, оно тоже в какой-то степени станет достоянием нашей истории адыгов. Мы хотим познакомить наших соседей, подрастающих поколений, учащихся разных возрастов населения, с тех районов участниц проекта. Выставка будет работать с сегодняшнего, с 24-го, включительно по 27-го октября 2023 года. Мы, те, кто нас видят, слышат, приглашаем, вход свободный, будет сопровождение, экскурсионное сопровождение. Это будет одним шагом еще в познании нашей истории, истории адыгов. В выставке представлены работы из уникальных коллекций художника-модельера, заслуженного работника культуры республики Адыгея Юрия Стаж. Я создал, чтобы рассказать о хетах. Хеты – это предки Адыга-Абхаза. Впервые в мире, на планете, мирный договор был заключен хатами, то есть предками Адыга-Абхаза и египетским фараоном Рамзесом II в 1270 году до нашей эры. И вот двое ученых из Кабардино-Балкарии, женщина Татьяна Мосовна и Хаути Мухарбиевич, они эту тему защищали в Греции, в Организации Объединенных Наций и в Лондоне при участии десятки профессоров. Они потом это утвердили МГУ, то есть там приняли, подтвердили, что это правда. Это и поэтому в газете «Советская Адыгея» «Код мира Юрия Стажа». Но я назвал это «В поисках добра и мира», потому что впервые в мире Черкешенко прививку оспы сделала. Это целая история. Значит, египетский путешественник, ученый в X веке из Каира был в Черкесии. Он увидел, что черкешенки использовали мех в Подоле. И поэтому я в одном платье, я три исторические эпохи показываю. В рамках выставки можно увидеть изделия мастера народных художественных промыслов и ремесел, занимающегося изготовлением атрибутов традиционной культуры адыгов Аслан Негуч. «Советская Азия» Также свои работы представил мастер золотошвейного искусства, член Ассоциации промыслы и ремесла Адыгеи Клариса Гумова. Глава района Заор Хамирзов и работники структурных подразделений администрации района не остались в стороне и посетили уникальную выставку в нашем районе. Человечество, как бы, есть внимание, нарушает нормы, и планета уже жадуется по-настоящему. Вот я создал эту тему, и вот там еще тоже на тему экологии вот это панно тоже. Я призываю людей беречь планеты.